БЕРНАРДЫНСКАГА КАСТЕЛА БЕРНАДЫНСКАГА 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 КАСТЕЛА КАСТЕЛА для нашего господарства. Край зазнал вели зарные, людские и экономичные страты. Насельничество изменилось больше, чем на полову. С 2,9 миллиона человек в 1648 году до 1,354 миллиона в 1667 году. Вы только уявите, насельничество белорусских землев сократилось в два раза. Тут сразу вспоминается та знакомитая выява со стены Краковского Бернардынского костела. Танец смерти. Караход живых и мертвых. Скратилось в два раза, это значит, что каждый друг был либо забит, либо выведен в полон, либо мусил бегче от жаха у войны. У Полоцким, Витебским и Амстиславским воеводствах, которые под оккупацией находились на удалжении, эти страты были значительно больше тяжкие. Там не засталось и тротины насельничества. У воеводствах Менску засталось всего 170 жахаров. Большость городов и местечек, как тогда казали, были обернуты у Нивич. Это значит, перотворные у Попелесчи. У Полоцку с 1500 довоенных дымов засталось 102. Страты склали 93 от сотки. У Витебску этой личбы складали отповедно 981 двор до войны и 56 после войны. Страты склали 95 от сотков. Особливо потерпели у сходные районы Великого князства Литовского. Многие городы были разбуранные, везки спаленные. Была знищена господарка целого краю. И не ставало навык людей, каб яе узнавлять. Что уже оказать у такой ситуации про культурные страты? Великое князство Литовское уже николе не адновит своей колешней величи. А наступствы гэтай жудасной войны надолго вызначать демографичное, господарчое и культурное обличча нашей родимы. И отбитки та етроеды можно убачить снова сёння. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова